Гетмовис. Канал для всей семьи. Бекки, ты отлично приоделся для свидания. Да. Спасибо, Анжела. Мне остается только сказать, не заставляйте меня идти туда. Я никогда раньше не был на свиданиях. Хэнк, ты справишься, приятель. А если ничего не выйдет? Я вообще ничего не смыслю в романтике. Я всю свою жизнь только с парнями общался. Будь уверенным. Притворись, будто знаешь, что делать, и все будет хорошо. Да, все будет отлично. А теперь иди. Привет, мадам. Я пришел на свидание. У многих тут свидание. Вы бронировали столик? Бронюр, брунир. Что, без этого никак? Помнишь, что я говорил? Притворись, будто знаешь, что делать, и все будет хорошо. Понял. Я уверен в том, что бронировал у вас столик. Так, эм, вон тот столик. Ой, святые чаевые. Прошу, за мной. Мы давно вас ждем. Эй, а Том знает свое дело. А что, это хорошее место. Не думала, что тут будет так шикарно. Я полон сюрпризов. Я словно няня из триллера, кажется, моя няня инопланетянка. Я пять раз смотрела этот фильм. Обожаю момент, когда пришельцы взрываются так круто. Я думаю, ты поймешь, что и во мне много крутого. Прости меня, я все испортил. Не волнуйся. Я схожу в дамскую комнату и все смою. Все идет по плану. Продолжай притворяться. У тебя получается. Да, ты прав, воображаемый Том. Не думал, что секрет хороших свиданий в уверенности. Что за парень? У тебя крепкие нервы. О, спасибо. У всех парней на свидании должны быть крепкие нервы. Я говорю не о свидании. Ты сел за столик самого Тони Маккарони. Зря ты так, друг. Ты нажил себе врага в лице главного контрабандиста Маккарон в городе. Тони Маккарони сбежал из тюрьмы. Полицейские не ищут его, потому что напуганы. Проверьте мой столик. Эй, кто сидит за столиком мистера Маккарони? Столик будет готов. Через минуту. Нельзя портить вещи Тони. Схватить его. Бэка, нам пора... Что? Но мы только что пришли. Да, как я и говорил, я полон сюрпризов. Скорее. Это странно. Обычно все уходят после ужина. Да, в этом ресторане было душно. Мы лучше проведем время на улице. Я поняла. Идем. Неплохо. Теперь я. Простите, извините, пропустите. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Тебе весело? Это развлечение называется «Тихий контейнер». Цель в том, чтобы тихо сидеть в контейнере. Вот так. Нет, с меня хватит. Если ты не хотел встречаться со мной, лучше бы сразу так и сказал, без этих мучений. Что? Бэка, ты мне нравишься. Правда? Тогда что же ты творишь? Почему наше свидание было таким странным? Помни, притворяйся и все. О, ладно. Мои советы не помогут. О, я испортил свидание. Я забыл забронировать столик и случайно сел на место Тони Макарони. А теперь его громилы охотятся за нами. Вот почему мы здесь. Что? Бэка, мне так жаль. Хэнк, это все меняет. Но я все испортил. Неважно. Я думала, что не нравлюсь тебе, а оказалось, что ты вляпался в неприятности. Знаешь, это очень в твоем духе. Как мило. Я просто... Ну что, ты их видишь? Нет. Похоже, упустили. Давай спросим у босса, что делать. Ты когда-нибудь притворился, будто знаешь, что делать? А? У меня есть идея. Э, поверить не могу. Как они посмели сесть за мой столик? А вы, сыроголовые, позволили ему скользнуть? Никому не сбежать! А то не Макарони! Босс, им удалось ускользнуть, но мы их найдем. Уж постарайтесь. Какой глупец решил пойти против самого главного контрабандиста Макарон? Меня! Тони Макарони! Ты назвал нас глупцами? Это они! Поставьте их на место, ребята! Придержите коней. Меня зовут Сэмми Спагетти. Это моя коллега Пенни Пенни. Нас прислали сюда Большие Боссы. Большие Боссы? Для чего? Чтобы убедиться, что Тони Макарони не размяк. Нет, не размяк. Вы неплохо нас преследовали и доказали, что вы все еще круты. Но будьте начеку, Большие Боссы наблюдают за вами. Ух ты! Можно добиться всего, если вести себя уверенно. Это было так круто! Мы с тобой отличная команда. Эй, эй, эй! Что это еще за обнимашки? О, именно так ведут дела большие боссы. Забери свои лингвини. Лингвини, да! Скажи мне, Сэмми, какой сыр подается с лингвини? Любой, какой ты захочешь. Вопрос с подвохом. Лингвини не подается с сыром. Это паста в виде узеньких полосок. Эти двои самозванцы! Беги, Мака! Нет! Не знаю, будет ли вкусно, но... Видимо, свидание – это не мое. Не говори так. Было круто. Вроде бы. Но я все испортил. И романтичного ничего не было. Хватит ныть, Хэнк. Мы еще можем спасти свидание. Потанцуем? Потанцуем? Как? Эй, прекратите! Вы своим танцем распутаете веревки! Именно так, злодей! Никому не позволено тут танцевать! Вам не сбежать от Тони Макаронии! Вы за это заплатите! У-у-у! Придумал! Что? Если ты... Вау! Нет! Срочные новости! Контрабандист Тони Макаронии был задержан двумя местными дружинниками. Полиция наконец-то поймала Макаронного злодея! Ух ты! Кажется, я уже понял, как прошло свидание. Я... Ночка выдалась странной. Бека, ты не хочешь устроить настоящее свидание? С удовольствием, но... Давай пока останемся друзьями. Что-то мне подсказывает, что ты еще не готов к романтике. Фью! Спасибо, Бека. Большое спасибо. Ты права. Я так счастлив. Фу! Эй, я вообще-то тут ем! Вы просто мерзкие! Мерзкие! Том, что ты почувствовал, узнав, что твою статую поставят в зале крутости городского музея? Я всегда знал, что я крут, но не думал, что моя крутость увековечит. Ух ты! Не верится, что статуя Тома будет рядом с Рубином, упавшим из космоса. Она за углом. Она не из шоколада, но для глаз услада. Простите, у меня вопросик. Скажите, почему моя статуя не похожа на меня? Потому что это не ты. В город приехал новый парень, он гораздо круче тебя. Что? Его зовут Рой. Рой. Да, он крутой. Рой присматривал за нашим ребенком и ради развлечения разбил два сада. Я подавился виноградинкой, и Рой спас мне жизнь. Что еще за Рой? Ой, кому вообще нужна статуя в музее? На твою жизнь это никак не повлияет. Ну да, думаю, ты права. Ребят, гляньте! У нас появился сосед, и у него полно классных вещей. Интересно, кто он? Может, он болван? Шучу, это я. Привет, соседи, я Рой. Том. Бэр. Хэнк. Джинджер. Анжела. Говорящий Том и друзья. Что вы думаете насчет моего приветственного подарка Рой? Какой учтивый жест. Учитывая, что Рой сверг тебя с пьедестала самого крутого парня города. Бэн. Так считает музей. Но что они там понимают? Бэн! Я в норме. Вообще, поэтому я и хочу подарить пирог. Чтобы Рой такой сразу домашний пирог, то он во много раз круче меня. Значит, это совсем неучтивый жест. Угу. Привет, друзья. Я зашел кое-что вам подарить. В знак того, что я очень ценю наше соседство. Угу. Фигурка Человека-молнии. Она ослепляет, поэтому ее сняли с производства. Синее пламя пять тысяч – это лучшая в мире горелка Бонзона. Ух ты. Полное издание Бонгой могилы, Кадди. Тут даже есть рождественский выпуск, который все ненавидят. Ого. Настоящее золото? Это микрофоны. Вау. Рой, не стоило. Да, Рой, не стоило. Я хотел, чтобы мы были на одной волне. Поэтому я разузнал, что вам нравится. Это жутко. Ха-ха. Том, научи меня быть таким же забавным. Кстати, вот подарок для тебя. О, этот пирог потрясающий. У нас ведь не состязание. О, чуть не забыл. Сегодня у меня дома будет вечеринка. Если вы не заняты, приходите. Да. Видишь ли, да. Не понимаю, почему мы идем на вечеринку, к этому незнакомцу. Рой, не незнакомец. Он наш сосед. И прекрати уже ворчать. Ладно. Но не жалуйтесь, если вечеринка окажется суперскучной. Это на память. Я сказал, Сенат, это не авокадо. А на самом деле это было авокадо. Он был прав, а я ошибся. Ха-ха-ха. Пригласил нас в дом крутой. Поразил игрой. Том, у Роя есть игровая комната. Идем, поиграем в настольный футбол. Джейнджер, в какую из этого великого множества дверей ты вошел? А? 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 Вот ты где! Рой показывает фото из похода на Эверест. Он построил там приют для сирот. Анжела, это чертежи городского музея. Что? Том, ты что, шпионил здесь? Нет, просто заблудился. Но в этом парне есть что-то странное. Смотри, вот эта штука просто валяется здесь. Что это вообще такое? Я тебе скажу, это глупо. Но что сказать? Я собираю красивые вещи вроде этой антикварной короны. Скоро я достану одну вещь, просто космос. Очевидно, вы заблудились. Я отведу вас на вечеринку. В этом доме очень запутанные коридоры. Я в этом не виноват, такое у многих бывает. Том, ты идешь или нет? Там была потайная дверь. Серьезно говорю вам, этот парень что-то скрывает. Успокойся. Думаю, там просто некрасивый захламленный чулан, который он постарался прикрыть. О, Том, странная доставка почты, которую никто не ждал. У-у-у, коробка. Дайте ее открыть. Да! У-у-у-у! Смотрите, я звездный бандит из космических битв! Я это не заказывал. Бен? Это для Роя. Видимо, доставили сюда по ошибке. Это для Роя? Стоп! Это для кражи со взломом. Теперь я понял. У Роя был чертеж музея. Он собирает редкие вещи и... Он сказал, что скоро получит какой-то просто космос. Рой хочет украсть космические рубины. Я вижу, что ты до сих пор злишься из-за той статуи. Не думай об этом. Да, Том, у Роя есть все на свете. Зачем ему воровать что-то из музея? Ладно, вы правы. Да, конечно. Роя самый крутой парень с очень крутым домом. Так что я просто отнесу ему это и... И поблагодарю его за все крутое, что он для нас делает. Вот это настрой, Том! Ага. Попался, Рой! Том, что ты здесь делаешь? Не даю тебе украсть это! Том, что ты здесь делаешь? Теперь ты уже не такой крутой! Что-то украли? О, нет! Том, что ты наделал? Я поймал Роя, когда он пытался украсть космический рубин. Да, все верно! Том, боюсь, что ты ошибся. Я поймал тебя, когда ты крался по музею. Надо же! Как он мог? Это правда. Да, я пробрался в музей. Я был так тронут тем, что вы поставили мою статую, что решил отдать вам часть своей коллекции. В благодарность. Можете потянуть за шнур? Ого! Потерянная корона города Тай? Да ладно! Невероятная ценность. Да. Я изучил чертежи музея, чтобы влезть внутрь и оставить корону, пока музей закрыт. Мне следовало рассказать об этом, но... Я хотел, чтобы подарок был анонимным. Моя бабушка учила меня быть скромным. Не «о!» Он говорил, что хочет добавить в свою коллекцию какой-то просто космос. А рубин из космоса. О, это! Том, я ведь говорил о костюме звездного бандита из космических битв. Кстати, у тебя как раз такой. Где ты его взял? Ну, я... Ты... Косморубин. Ну все, народ, тут не на что смотреть. Рой хотел сделать что-то хорошее. Том все испортил. Постойте, офицер. Не злитесь на Тома. Он пытался помочь. Я рад, что он ответственный гражданин. Давайте все похлопаем Тому. В честь Тома. Гиб-гиб! Ура! Музей принял щедрый подарок Роя, который должен был быть анонимным. Но гражданинами которого нельзя раскрывать, все испортил. Вот как он выглядит. Да ладно, Том. Люди забудут об этом через пару дней. Или недель. Ну, может быть, через пару месяцев. Эй, Том, я хотел убедиться, что ты не расстроился после того, что случилось. Друзья? Конечно, Рой. Друзья. О! Я надеялся, что ты это скажешь. Ведь тебе не будут верить после того, как ты выставил себя на посмешище перед всем городом. Что? Что? Я был прав насчет тебя! Еще увидимся, Том. Том! У меня ужасные новости! Я прошла тест, чтобы узнать, интересные ли у нас отношения. И в ответе была полная скукота! Ой, да брось, Анджела. Глупые тесты ничего не значат. Мы с тобой каждый день веселимся. Но не сегодня, потому что мы с Беном идем в отдел финансовых документов. Ты можешь пойти с нами. Мы хотим продлить бизнес-лицензию. Неужели это правда? Что если я упускаю насыщенную жизнь? Анджела! Что? Мне нужна твоя помощь! О нет. Уже началось. Ксенон? Что началось? Агентство построило спутник, который может отключить гравитацию. Они хотят отправить всех землян в космос. Нет. Ты поможешь мне в опасной миссии, чтобы остановить это? Это звучит довольно опасно. А значит, мне точно не будет скучно. Я в деле! Том. Бэт. Хэнк. Джинджа. Анжела. Говорящий дом и друзья. Ого! Что это за место? Альтернативная реальность. В этом измерении все садовники. Но нам сюда не нужно. А в этом измерении до сих пор не открыли огонь. Нам и сюда не нужно. Понятия не имею, что тут творится. Эй! А мы не должны пытаться вернуть гравитацию вместо того, чтобы путешествовать по разным местам. Мы пытаемся вернуть гравитацию. Я должна выключить спутник с планшета. Но для этого мне нужен сверхсекретный пароль агентства. Вот зачем ты здесь. Ты должна добыть для меня пароль агентства. Усиливаются поиски повстанцев Хэнка и Джинджера, известных как Боец Шторм и Воин Мачо. К другим новостям. Агентство Прекрасно. Что нам теперь делать? Ай-я-я-я! Все будет в порядке, не волнуйся. Нужно было убрать их с пути для того, чтобы обмануть Тома и Бена. Эта шпана больше не пойдет против нас. Привет, девчонки. Самая лучшая еда – это бесплатная еда. Я ведь прав? Да! Мило, что мороженщик отдал нам все это после того, как мы перевернули его грузовик. Дорогая, ты закончила свою скучную бумажную работу для агентства, да? Эээ, работу? О, да! Все прошло отлично! Я смогла найти все цифры. Это звучит очень скучно. Мы хотим повеселиться. Можешь пойти с нами, но знаю, тебе это не нравится. Вообще-то, мне это нравится. Я пойду. И Ксенон тоже. Это странно. Ты же не любишь веселье, а? Мне хочется приключений. Так что, лучше молчи, Громила. Громила? Мне нравится. За дело! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Эй, Ронда, принеси-ка нам газировку, а то мы умираем от жажды. Вы слышали Тома? Он хочет пить! Да уж, так приятно расслабиться после тяжелой работы. Слово о работе. Я не смогла получить доступ к главному компьютеру агентства. Они сменили пароль? Я всего лишь помощник Тома. Мне не доверяют сверхсекретных вещей. Слушайте меня, агенты. Отмените злые планы или будут последствия. Повстанцы сильны! Вы пожалеете, что связались с воином Мачо? Где они взяли накладки на глаза? В магазине кукол? Ты знаешь о магазине кукол. Ты главный клиент. Стоп. Это смех для операции или настоящий? Эй, хватит болтать. Давай лучше танцевать. Мне нужно уйти в дамскую комнату. Срочно нужно поговорить. Сейчас. Со мной что-то не так. Я знаю, этот Том плохой. А еще он непредсказуемый и очаровательный. Кажется, мне нравится быть с ним. О, Анджела, это отлично! Что? Почему отлично? Мне не нравится этот Том. Мне нравится мой Том. Пусть иногда он бывает скучным, но зато он не хладнокровный злодей с большими грустными глазами и пухлыми губами. Не понимаешь? Если тебе понравится злой Том, то тебе будет легче узнать у него пароль. Тебя интересует только миссия, а не мои проблемы. Судьба нашего мира в твоих руках. Я не давлю. Итак, Том, давай сыграем в игру. Раскрой мне свой большой секрет, а я раскрою тебе свой. Это романтично и опасно. Мне нравится. Пусть я действую жестко, но в душе я очень чувствительный. Я однажды плакал, когда увидел детеныша дерева. О, эй, Том, тебе нужно измениться. Я это знаю, потому что мой секрет в том, что мне нравятся чувствительные парни. И это здорово. Но на самом деле я хочу узнать другой секрет. Пароль агентства. Для чего он тебе? Просто я хочу влезть в свое дело и увеличить себе отпуск. Чтобы мы вместе отправились в круиз. Что с тобой? Обычно ты ведешь себя хуже, но... Мне нравится. Секретный пароль агентства. Секретный пароль. Да! Стоп, что? Это они. Наши клоны, которые заперли нас в гараже. Боец шторм и воин мачо. Мы в засаде. Нужно подкрепление. Похоже, у вас тут вечеринка. Поздоровайтесь с вашими кошмарами, агенты. Мы достали пароль. Давай вернемся домой и отключим спутник. Нельзя пануть дома. И остаться безнаказанным. Эй, прекрати это, или я тебя уничтожу. Помоги, сделай что-нибудь, Ксенуан. Сбрать его. Жаль, что мне придется тебя взорвать. Ты веселее моей прежней Анжелы. Отстань от нас! Нет! Привет, ребята. Ребята... Это моё ухо! У нас нет времени! Ксенуан, займись компьютером! Секретный пароль. У-хоу! Да! Ура! Да! Ты хорошо поработала, Анжела. Мне уже пора лететь. Передашь это Бену от меня? Му-хоу! В следующие три года продлевать лицензию не придется. Да уж, сегодня точно был прекрасный день. Все время сидела на диване. Скучный день. Ты даже не представляешь. Что ж, скоро от скуки не останется и следа. Потому что я заказал столик в ресторане вечеринок. Там еду готовят жонглеры. Это достаточно увлекательно. О, Том, я по тебе скучала. Откуда здесь взялись горящие следы Шин? Редактор субтитров А.Семкин